Так мы и откалибровали примитивно наш вольтметр. Более точной калибровкой. Приветствую всех на моем канале. Сегодня у нас радиоконструктор вольтметр цифровой. Вот набор деталей. Здесь у нас печатная плата. Вольтметр собрать легко, потому что деталей мало. Плата очень качественная. Все размечено. В принципе, если следить правильно за ходом сборки, то все это легко собирается. Давайте схемы посмотрим. В принципиальной схеме мы видим две микросхемы. Одна микросхема, это микросхема управления, которая управляет нашим датчиком, то есть циферблатом. Оттуда и выходы, и, соответственно, в зависимости от каких данных, у нас загорается на трехзначный циферблат, и на нем данные загораются. Вход в вольтметр предусмотрен на три вывода, но на самом деле используется два. То есть это чаще всего происходит, и переключателем позволяет выбирать либо трехпроводное измерение напряжения, либо двухпроводное. Но чаще всего двухпроводное. Поэтому включается здесь у нас, значит, резистор этот служит для калибровки вольтметра, а вот эта схема, микросхема, это выполняет функцию стабилизатора напряжения. То есть он поддержит стабильность данных. Вот такая у нас схема. Давайте ее начнем собирать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Собрал я вольтметр. Вот он такой представляется. Два этих шлейфа с крокодильчиками. Вот и весь вольтметр. Питается он от напряжения, которое измеряет. Поэтому я возьму то, что вчера делал, PowerBank, и попробую измерить напряжение на выходы. Значит, плюс сюда выключаем, и минус вот сюда. Посмотрим, что будет. Так, минус. Так, заработал вольтметр, показывает 4.0, но это неправда. Поэтому я калибрую, значит, вольтметр вот этим позиционером. Так, сейчас я с... Вот, все. Так, уменьшаем 3.9, чтобы он правду показывал. Реально 3... Наверное, 3.8 будет вольт. Хотя паспорт 3.7, немножко он больше вольт показывает. Вот так 3 вольт. Вот так мы и откалибровали примитивно наш вольтметр. Более точной калибровкой можно делать более точными образцами для измерения. Вот. Основное применение вольтметра, я думаю, для блоков питания. На блоке питания на выходе, чтобы лабораторный, допустим, блок питания, несколько режимов напряжения ставим. Там можно, значит, использовать и нужно, наверное, использовать вольтметры такого типа. Я, собственно говоря, для этого и покупал. Спасибо за внимание.